МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На тренажерах попробовать, как это все работает. Педагоги Смоленска в гостях у атомщиков. Выделяем одного сотрудника, два сотрудника народной дружины и один сотрудник казачества. Порядок и законность в городе под постоянным контролем. Через год мы проведем статистический анализ этих данных и посмотрим, что у нас получается. В Ульяновской области появился первый в России углепластиковый автомобильный мост. А сейчас об этих и других событиях подробнее. Циклон, пришедший в Смоленскую область, задержится как минимум на две недели. По прогнозам синоптиков, местами за сутки может выпасть до третьей месячной нормы осадков. Кроме того, балканский циклон вместе с сильными дождями принес и похолодание. Метеорологи отмечают, что циклон имеет суровый нрав. И вместе с ним в регион пришла настоящая глубокая осень. Но, как поется в песне, у природы нет плохой погоды. И в Десногорске жизнь идет своей чередой. Во вторник в администрации глава города Андрей Шубин встретился на плановом оперативном совещании с председателями комитетов и руководителями муниципальных служб города. В администрации продолжает работать комплексная комиссия по подготовке празднования Дня города. Прихожане нашего города совершили две поездки на молебны. На прошлой неделе совместно с администрацией Смоленской области состоялось две поездки наших прихожан в город Ярцево на освящение церкви, построенные с участием патриарха и вторая поездка была на благослужение в соборе города Смоленск. Десногорск готовится отметить день рождения. Председатель комитета по культуре, спорту и молодежной политике Светлана Головачева доложила о предстоящих праздничных мероприятиях. 8 сентября в 12.30 на баскетбольной площадке 4-го микроэнда состоится открытие финала баскетбольного марафона 3 на 3 среди юношей и девушек. Приглашаем поболеть за нашу команду всех желающих. 9 сентября у нас большие празднования по дню города Десногорска. Торжественное шествие начнется в 10 часов утра. Программа мероприятий размещена в средствах массовой информации и на сайте администрации. В образовательных учреждениях начался новый учебный год. С 8 сентября у нас начинается дополнительный этап в прохождении государственной договорной тестации. Три выпускника у нас будут повторно сдавать УГЭ и три выпускника у нас будут повторно сдавать ЕГЭ. И также в школах у нас на этой неделе пройдут мероприятия в рамках проекта школы Росатома и в рамках проекта Слава Соседатина. Коммунальные службы готовят город к зиме. Продолжается работа подготовки систем на квартирных домах города к предстоящему осенне-зимнему периоду. Сейчас основной упор сделан на подготовку теплового контура на квартирных домах и продолжаются работы плановые на сетях города. Сегодня будут начаты работы по ремонту теплосети на детский сад Теремок, в связи с чем возможно ограничение по горячей воде. Отключать не будем, будет скорее снижение температуры. Инфекционные заболевания в городе регистрировались в пределах нормы. Роспотребнадзор сообщил, что в этом году запланировано привить от гриппа 42% смолян. Прививочная кампания стартовала в Смоленской области в конце августа и уже защиту от гриппа получили 1,5% населения региона. В этом году закуплено 382 тысячи вакцин. Это на 10 тысяч больше, чем в прошлом. Все желающие могут сделать прививку в поликлинике по месту жительства. В регионе заработал бесплатный интернет-ресурс для предпринимателей. Бизнес-навигатор малого и среднего предпринимательства поможет расширить свой действующий бизнес или открыть новый. Воспользоваться порталом могут не только предприниматели, но и физические лица, планирующие открыть собственное дело. Он поможет начинающим выбрать наиболее оптимальный вид бизнеса с учетом возможной доходности, разработать бизнес-план, получить информацию о контрагентах, а также ознакомиться с мерами поддержки, действующими в регионе. 29 августа на градообразующем предприятии Десногорска побывали смоленские учителя из школы номер 34. Экскурсия была организована совместно с информационным центром по атомной энергии областного центра в рамках Всероссийского фестиваля «Энергосбережение. Вместе ярче» и проекта «День учителя на объектах атомной отрасли», как проходил визит в нашем следующем репортаже. Перед визитом смоленские педагоги побывали на лекции регионального эксперта доцента смоленского филиала МЭИ Юрия Божина, который рассказал им о перспективах развития атомной энергетики и современном подходе к «Энергосбережению». Прежде чем поехать на эту экскурсию, с нами была проведена информационная экскурсия, проводил ее преподаватель Энергоинститута, то есть он объяснил нам технологию производства этой энергии. Естественно, нам уже легче было сегодня на самой электростанции эту всю информацию воспринимать. И мы поняли, что это безопасно. Экскурсанты побывали на Смоленской АЭС, узнали о технологических процессах выработки электроэнергии. Учитель начальных классов Ирина Миначева давно мечтала побывать на Смоленской АЭС и увидеть собственными глазами весь процесс производства электроэнергии, чтобы в дальнейшем в подробностях рассказывать об этом своим ученикам. Сегодня моя мечта сбылась. Я очень благодарна организаторам за эту экскурсию. Она очень познавательная, интересная. Все было нам доступно изложено. Мы не только смогли посмотреть, но еще и на тренажерах попробовать, как это все работает. Более полное представление о том, как работает атомная станция, педагоги получили на полномасштабном тренажере блочного счета управления в учебно-тренировочном подразделении. В Рословском районе неизвестные разгромили новую трансформаторную подстанцию. Энергетический объект находился на 380-м километре автодороги федерального значения А-130. Москва, Малоярославец, Рословль, граница с Белоруссией. Неизвестные повредили ограждения, трансформатор, шкаф наружного освещения и подводящие линии. По предварительным оценкам, ущерб составляет около 2 миллионов рублей. Один раз в месяц сотрудники правоохранительных органов и их добровольные помощники собираются вместе, чтобы доложить о готовности нести службу по охране и спокойствии в городе. Мы расскажем вам, как проходят такие мероприятия. 29 августа на площади около администрации прошел совместный инструктаж полиции, сотрудников добровольной народной дружины и казачества. Такой развод правоохранительных органов и добровольцев проходит ежемесячно. Со стороны полиции на инструктаже присутствуют сотрудники уголовного розыска, патрульно-постовой службы, ГИБДД, участковые и уполномоченные, специалисты инспекции по делам несовершеннолетних и кадрового аппарата для координации действий нарядов. На инструктаже полицейские демонстрируют физическую подготовку, отработку действий при захвате нарушителей и преступников. Экипажи ГИБДД проверяют готовность транспорта к выезду на ДТП и задержанию виновника при попытке к бегству. Все службы правоохранительных органов постоянно работают совместно с добровольцами из ДНД и Десногорского казачества. «Народную дружину мы взаимодействуем с сотрудниками участковой, которая обходит придворовую территорию, также сотрудники ППС, которые патрулируют. Выделяем одного сотрудника, два сотрудника народной дружины и один сотрудник казачества. То есть уже четыре человека – это приличная сила, чтобы патрулировать и пресекать разные правонарушения на территории нашего города». Такое взаимодействие всех сил дает уверенность, что десногорцы могут чувствовать себя спокойно на улицах города днем и ночью. Новости культурной жизни. В нашем областном центре начал свою работу 10-й Всероссийский кинофестиваль актеров-режиссеров «Золотой феникс». В программе бесплатный показ 26 фильмов. Работают три площадки. Уже за 10 лет существования кинофорума. На площадках было показано почти 300 картин. Вручено 105 наград и призов. Заложено 18 именных звезд. «Золотой феникс» посетили порядка 300 актеров и режиссеров. В этом году Смоленск посетили народные артисты России – Эммануил Виторган, Александр Пашутин, Лариса Лужина, Людмила Бодрова, Валентина Талызина. Победители определит жюри во главе с заслуженным деятелем искусств России кинодраматургом Аркадием Ининым. Их имена назовут вечером 7 сентября. В Смоленске аллея звезд перед кинотеатром «Современник» пополнилась еще одной звездой. Памятный знак заложили в честь народного артиста России Эммануила Виторгана. «В городе герои. Артист провел творческий вечер за все тебя благодарю». Виторгана смоляне знают по фильмам «Миссия в Кабуле», «Благочестивая марта», «Профессия следователь», «Ларец Марии Медичи» и, конечно же, «Чародей». Он сыграл более сотни ролей, в основном снимался в военных фильмах, криминальных лентах, музыкальных комедиях и психологических драмах. И в завершении выпуска новости Росатома российские атомщики решили проблему возведения мостов в труднодоступных районах. Первый экспериментальный мост из углекомпозитных материалов был построен в одном из сел Ульяновской области. Все его несущие конструкции изготовили непосредственно на стройплощадке. Этот мост в селе Языково Ульяновской области только внешне выглядит как самый обыкновенный. Все самое интересное у него внутри. Несущие конструкции сооружения, выполненные из композитных материалов, опутаны сетью оптоволоконных датчиков деформации и температуры, а также детекторами интенсивности транспортного потока. Каждый раз, когда по мосту проходит человек или проезжает автомобиль, данные приборов записываются на сервер, а затем отправляются на одно из предприятий Росатома в НИИ Графит, в руки разработчиков и строителей моста. Примерно через год мы проведем статистический анализ этих данных и посмотрим, что у нас получается. Мост в селе Языково для России уникальный. До сегодняшнего дня углеволокно применяли только при реконструкции мостовых переходов для укрепления железобетонных опор. Основу же этого моста составляют 19 трубчатых арочных элементов из углекомпозита, которые уже после монтажа заполняются раствором. Такая композитно-бетонная оболочка для создания несущих конструкций в нашей стране была применена впервые. Она позволяет значительно снизить расход бетона на сооружение, что положительно сказывается на его стоимости. И в том, что эти композитно-несущие элементы, они довольно-таки легкие. Их может принести несколько человек и не требуются тяжелой экрановой техники. Легкость монтажа, более низкая стоимость и минимальные сроки строительства – еще не все преимущества новой технологии. По словам инженеров, несущие конструкции моста можно изготавливать непосредственно на строительной площадке. Оборудование, требующееся для этого, поместится в багажник легкового автомобиля. Композит не подвержен коррозии и гарантирует прочность и надежность моста минимум на 50 лет. Жители села Языково, которым последнее время приходилось переходить реку по шаткому деревянному настилу, такой перспективе очень рады. Сейчас нормально, хорошо все, отлично, можно ездить. Лучше не бывает. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disnadefistv.ru. Всего вам самого доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok